всем привет ребята у меня попалась очень интересная штука это флешка для айфонов их на самом деле на рынке достаточно огромное количество на и мне попадались очень многое продавали мы очень разные всякие но мне вот это именно этой фирмы очень понравилось почему потому что она реально очень быстро они бывают на 16 32 и 64 гигабайта в чем ее достаточно интересный интересная фишка в том что вы например можете использовать один айфон на допустим 16 гигабайт даже если у вас есть еще такая флешка на 16 гигабайт уже будет вместе 32 что вы делаете вы поставите отдельное приложение на айфон естественно на коробке вы делаете qr-кодом да то есть если у вас есть либо переходите в appstore просто ищите далее после этого вы подключаете его непосредственно к айфон и у вас полностью дополнительные 16 гигабайт памяти вы можете с айфона перекопировать фотографии к примеру на флешку с флешки можете перекопировать фотографии и видео на айфон и много многое другое фильмы музыка что нас там еще документы то есть очень много большое количество файлов которые я сейчас естественно вам продемонстрирую покажу для чего такая штука нужна давайте сначала разбираться что она себя представляет как это все быстро работает или не быстро возможно потому что мне очень нравится ну вот но и после этого будем возвращаться поэтому давайте приступим непосредственно к самому приложению и так вот у нас наша флешка вот у нас наша коробочка до которая от нее у нас есть несколько способов установки приложения первое это выставляете непосредственно флешку в iphone у вас сразу появляется приложение вот разрешить до нажимаем ok и у вас просит когда не будет приложение установить ли с appstore программу или нет если так не хотите то можно воспользоваться qr-кодом например через текст граббер лично я это делаю наводите на сама вот эту вот твою штучку на самой конку вот после этого перейти в appstore далее скачать приложение которое нам нужно для работы с данной флешкой поэтому привод ноут на самом деле все очень просто не так у нас есть наш компьютер у нас есть наша флешка давайте так с экрана с запись к сожалению сделать не могу так как подключить сюда не получается по вай фай на сегодняшний день на сиера дополна сейчас последняя на макбуке операционная система на ней пока что не позволено надо мне это не получается делать и так вот у нас файлы значит на самой флешки у нас пока что нет никаких файлов правильно я понимаю а вот я уже скинул какие-то фотки отлично значит я их скинул непосредственно подключая просто к макбуку на то есть ну либо кинду собственно неважно как вы это будете делать у вас отдельно открывается эта флешка вы можете себе посмотреть закинуть и файлы которые вам нужны и вот после этого отсоединить вот и подключить непосредственно к айфон давайте немножко увеличу размер камеры но и погнали будем двигаться дальше и так значит первое что нам нужно будет сделать это зайти в приложение и разрешить доступ там фотографиями многом-многом другом и так у нас на флешке обратить внимание есть три фотографии значит которые скинул с компьютера дальше у меня на телефоне фотографии заканчиваются вот допустим там сникерсами грубо говоря давайте перейдем сюда вот здесь вот у нас айфон и до айфон и приложение тоже должны вот айфон и вот здесь у нас примерно вот это вот заканчиваются наши фотографии и так что мы делаем давайте первое что мы сделаем это выберем например съемку фотографируем айфон который у меня там лежит далее перейдем непосредственно в приложении яркость на максим так переходим вот сюда вот наша фотография мы ее выбираем и копируем на флешку окей переходим теперь на нашу флешку и вот наша фотография вуаля теперь давайте сделаем обратном обратная система немножко хитрее мы копируем естественно на устройство apple единственное что мы когда переходим вот сюда в фотографии мы видим данную картинку если же мы перейдем непосредственно фото то данной картинки нету да тут мы у нас там айфон который мы только фотографировали что в этом случае делается выбирайте оп прошу прощение так вы зажимаете на самой фотографии нажимаете ok а дальше вы можете воспользоваться абсолютно любым сервисом то есть перекинуть ее это сразу фотографии через социальные сети то есть если нам ваши медиатеки не нужно если нам нужно ваши медиатеки то вы сохраняете но например через iCloud drive выбираете там какую-либо папку в данном случае я использую просмотр окей возвращаемся назад дальше переходим в iCloud drive переходим в просмотр вот наша фотка и с помощью вот этой стрелочки сохранить изображение мы сохраняем данную фотографию в нашу фотопленку вот она тут вот примерно так это работает если вам нужно что-либо переместить то это тоже не проблема он удаляет за счет того что вы разрешили доступ к фотографиям он удаляет все файлы на iphone и перемещает эту картинку вот почему показы 2 потому что одна в приложении на телефоне другая у нас медиатеке значит дальше то же самое работает с музыкой но например мы выбираем там не знаю кого вот все зависит от нас самих выбираем об низ не с тем то вот копировать на флешку миссия выполнена переходим сюда и вот наша все зависит от нас самих точно так же вы можете делать обратно значит в чем суть вы можете ох стоп прошу прощения обратно скорее всего нельзя будет мы копируем на устройстве да то есть вы копируете к себе на телефон в это приложение после чего отправляете это приложение там не знаю дробокс и файл 100 может быть его пользоваться и многое другое то есть непосредственно в музыку не получится по крайней мере пока на момент снятия данного видео дальше что вы еще можете фильмы документы и так далее сразу можете фотографировать на любое любую фотку не сохраняя ее в медиатеке то есть вы например сейчас делаете вот эту фотографию не вот и завершите да то есть по по идее у нас здесь будет два айфона то есть раз и два а в медиатеке у нас будет только один айфон который мы сделали с помощью камеры вы тем самым можете даже прятать любые фотографии даже если у вас этой флешки нету может скачивать приложение пользоваться данным файлом но такой переложением дам для того чтобы хранить отдельно фотографии так и что еще хотел рассказать это так вам пам пам а работает очень быстро здесь вы можете посмотреть любую память из выбрать там например флешку на 16 32 либо 64 гигабайта а вот но и как бы все здесь у вас есть дополнительные настройки которые можете воспользоваться и включить если вам они будут нужны примерно вот так работает мне безумно нравится на вы кстати любой фотографии можете поделиться там через их социальную сеть не вот я не знаю правда кто будет пользоваться именно вот этими штуками но мало ли ну вот но примерно как то так это работает ну что ж теперь вам решать нужна вам такая штука или нет лично я себе куплю потому что например с выходом iphone 7 а все вы знаете что начинается 32 гигабайта 128 256 я для себя например не вижу смысла покупать на 128 гигабайт iphone 7 плюс потому что плюс именно плюс версию я буду брать более того там две камеры они очень крутые а естественно скорее всего камеры будут весить намного вернее фотографии и видео будут весить намного больше чем в iphone 6s и iphone 6s плюс но корица по iphone 7 я еще опубликую видео когда его он уже к нам наконец-то придет и мы будем на него смотреть поэтому тебе такую штуку я точно возьму на 16 на 32 или на 64 я буду пока думать скорее всего мне 16 главой гигабайт будет достаточно потому что на своем 6s плюс на у меня примерно около 15 гигов занято и у меня так как меня 64 модель у меня еще кучу места свободно потому что часто едем отдыхать куда-то снимаем какие-то ролики да и многое другое бывает что даже снимаю не на камеру а на iphone так вот в любом случае такую штуку я себя брать буду именно просто просто причине что она очень быстро и работали сильно очень качественно за вами выбору можете перейти на наш сайт и посмотреть все цены которые будут на доступны вот такая штука очень крутая работает действительно очень здорово очень быстро и мне очень нравится более того можете даже использовать между разными айфонами да то есть вы например взяли свой iphone перекопировали какое-то данные если вас нету поблизости интернета по блютусу или дропа вы скину что-то не можете либо файл достаточно большой а также стали в другой iphone своего товарища перескопировали любые файлы у него или у себя не знаю штука когда например вы скидываете какой-то файл быстро на вашем компьютере забираете эту флешку уезжаете по дороге перекидывать его на iphone или возможно наоборот на айфоне как я создаю какие-то документы отправить возможность на почте нету либо же доступ нам дропбоксу яндексу а клауд драйв google драйв там и много-много другого андрайв вот возможности нету поэтому приходится вот пользоваться вот такими штуками 1 поэтому очень крутая более того вы даже можете его использовать связки например с планшетом айпадом и айподом также у меня есть еще iphone 5s к маленькие там много в общем это устройств сюда я решил скинуть в основном все свои документы у меня большая часть хранится в айклауде ну грубо говоря да то есть в облаке на разных серверах но такие штуки как очень тяжелые фильмы до многих которых много да то есть если мы куда-то и не в поездку вот эта штука идеально подходит более того если мы снимаем какие-то ролики там с гоупрошки или многое другое через компьютер просто кидаются сюда и потом смотрю на iphone и в общем ну я считаю что это связка действительно очень крутая только такую флешку я на сегодняшний день могу посоветовать могу порекламировать более того именно ее мы на сайте будем продавать можете посмотреть на нашем сайте если перейдете поэтому очень советую реально сам себе куплю вот пока только думаю насколько памяти думаю шестнадцати мне будет достаточно тем больше 32 себе возьму 7 плюс поэтому как то так подписывайтесь на наш канал спасибо что были с нами и ставьте лайки а с вами был стас подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наши подкасты обязательно ставьте лайк если понравилось данное видео по любым вопросам пишите нам вконтакте facebook skype либо же на почту подписывайтесь на наш twitter ну и конечно же на мой инстаграм всего вам доброго и до скорых встреч